Взрыв Взрыв на территории православной гимназии При Введенском владычном женском монастыре в Серпухове Произошел в результате самоподрыва выпускника учебного заведения Об этом агентству городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области В 8 часов 24 минуты в помещение православной гимназии Рядом с Введенским владычным женским монастырем в Серпухове Вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения И произвел самоподрыв По предварительным данным пострадал он сам и 15-летний подросток Прибывшими сотрудниками полиции Педагогический состав и учащиеся эвакуированы Вызвана скорая помощь Информации о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются Рассказали в пресс-службе Как ранее сообщило агентство Москва Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ По Подмосковью Ольга Врадей В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту На место происшествия также выехал прокурор Московской области Сергей Забатурин И исполняющий обязанности серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин Утром 13 декабря в службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании в административном здании Расположенном по адресу улица Мясницкая, дом 13, строение 11 На место происшествия были высланы расчеты пожарно-спасательного гарнизона города Москвы В том числе силы ГКУ ПСЦ, расчеты ПСО 201, 203 и 207 Благодаря слаженным действиям московских пожарных пожар был потушен в кратчайшие сроки Лобовое ДТП автомобиля «Лада» и фуры «ДАВ» на 145-м километре трассы М9 «Балтия» Предварительно водитель «Лады» в районе деревни Лобаново, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и попал под двигавшуюся фуру «ДАВ» В результате мощного удара кузов легковушки превратился в груду металла Водитель «Лады» от полученных травм скончался Его пассажирка, 16-летняя девушка, была госпитализирована в больницу с травмой головы На юго-западе Москвы загорелся автомобиль На внешней стороне 38-го километра МКАД произошло загорание автомобиля К прибытию пожарно-спасательных подразделений автомобиль выгорел полностью Пожарным в течение короткого времени удалось локализовать и ликвидировать пожар Движение в сторону района Северное Бутово сильно затруднено Марка сгоревшего автомобиля устанавливается, пострадавших нет Марка сгоревшего автомобиля Марка сгоревшего автомобилей со спрашиваем Какого-то картофолста Красота Мы домашних prosthетель Воз DEFЕРО С úsukнов Прибыти Продолжение следует... 13 декабря вечером в столичном районе Якиманка произошел пожар. На улице Крымский вал загорелось складское помещение, примыкающее к территории Парька Горького. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение и валил густой черный дым. По уточненным сведениям, в данных помещениях располагался склад ГБУ «Жилищник» района Якиманка. Первоначальная площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Горели автопокрышки и бочки с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара стремительно увеличилась. Личный состав был передислоцирован на безопасное расстояние. Очевидцы сообщили, что черный дым горящего ангара был виден издалека. Вскоре огнеборцам удалось локализовать возгорание и впоследствии полностью его ликвидировать. Принятыми мерами пожар складского помещения был ликвидирован на общей площади 200 квадратных метров. Сведений об страдавших не поступало. Столичный метрополитен. Инцидент на станции Пушкинская. Молодой человек спрыгнул на путь с платформы станции метро Пушкинская за телефоном. Несмотря на то, что дежурная по станции принесла щуп и с его помощью сотрудник полиции уже пытался достать упавший телефон одного из пассажиров. Кроссовер марки Hyundai загорелся вечером на Садовом кольце на улице Садовая, Кудринская, напротив дома номер 11, строение 1. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно потушили возгорание. Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло и частично салон. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и дознаватели МЧС. ДПС и дознаватели МЧС. Тела двух человек обнаружили в ходе тушения пожара в неэксплуатированном здании в центре Москвы. Возгорание возникло в неэксплуатированном здании школы на Таганской улице, дом 39. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. После тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин. Еще один человек пострадал. По предварительным данным, жертвами пожара стали бездомные. На юге Москвы произошло ДТП с участием рейсового автобуса 837 маршрута и легкового автомобиля «Шкода». Авария произошла на пересечении улиц Ясеневая и Воронежская. В результате столкновения легковой автомобиль отбросило на тротуар, а автобус перекрыл движение на перекрестке. Серьезно в аварии никто не пострадал. Один человек погиб, и еще один пострадал в ДТП на МКАД в районе западного Бирюлева. Авария произошла примерно в 23.10. Водитель одной «Газели» осуществлял буксировку другой. По предварительным данным, в районе 31-го километра внешней стороны МКАД водители осуществили остановку, чтобы проверить сцепку буксировочного троса. В этот момент настоящие грузовики совершил наезд водитель фуры. От полученных травм один водитель «Газели» погиб на месте. Второй с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В момент столкновения они находились между своими автомобилями. «Газели», «Газели», «Газели» Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента с противообледенительной машиной в аэропорту Шереметьево. Утром 16 декабря при перемещении самолета в аэропорту, следовавшего рейсом Москва-Канкун, произошло его касание с машиной для противообледенительной обработки. В результате транспортное средство опрокинулось, водитель получил повреждение и был госпитализирован. Следственные органы организовали доследственную проверку. На месте работали следователи, выясняются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Момент ДТП на востоке Москвы. Рано утром автомобиль с медиками двигался по Щелковскому шоссе. Неожиданно с соседней полосы перед ней решил повернуть вправо каршеринговый автомобиль. Водителю скорой не хватило нескольких сантиметров, чтобы избежать столкновения. По предварительной информации обошлось без травм. К пациенту направили другую бригаду. На северо-востоке столицы погиб мужчина, который стал участником ДТП. По предварительным данным ему стало плохо за рулем и летальный исход не связан с дорожной аварией. ДТП случилось на Алтуфьевском шоссе у дома 83. Водитель автомобиля Черри совершил столкновение с автомобилем Мерседес, водитель которого ожидал разрешающего сигнала светофора на перекрестке. Погибший 42-летний мужчина, водитель автомобиля Черри. На месте работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Водитель автомобиля Черри. Стали известны подробности жуткой смерти в московском автобусе 51-летний пассажир зашел в автобус номер 571 на остановке Театр Мел Мужчина подсказнулся на ступеньке и рассек ногу об порог После чего пошла кровь Одна из пассажиров предложила вызвать скорую помощь, но мужчина сказал, что ему скоро выходить В итоге пострадавший скончался из-за большой потери крови Выяснилось, что у мужчины было хроническое заболевание – тромбофельбит Главную елку страны привезли в Кремль Гигантское дерево доставили из Подмосковья с кортежем Главную елку России выбирают сразу по нескольким параметрам В форме, объему хвои, состоянию лап и внешнему виду Еще одним критерием является место, где растет дерево Дерево обнаружили в деревне Новопореева Ель высотой 28 метров, а ее диаметр составляет 56 сантиметров Размах нижних ветвей около 10 метров Ель торжественно ввезли через Паские ворота Их открывают только раз в год для новогоднего автопоезда По традиции доверили доставку главной ели самому Деду Морозу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok